И сегодня по многочисленным просьбам речь пойдет о цинке. Ну что ж, все вы слышали, медь и цинк, медицина, как бы сложно сочиненное слово, состоящее из двух маленьких слов, медь и цинк. Пусть это только созвучие, но что-то сакральное в этом все же есть. Действительно, это два важнейших минерала, но сегодня речь пойдет о цинке. Зачем он нужен в организме? Для решения каких задач он необходим? Что происходит при его недостатке в организме? Об этом я сейчас вам и расскажу. Это очень важная тема, я надеюсь, вы потом расскажете об этом другим людям, чтобы они это тоже знали. И, конечно же, я расскажу, какими способами можно восполнить дефицит в организме цинка. Особенно эта тема важна для веганов-сроедов, хотя в наши дни при таком повальном синдроме раздраженного кишечника, дисбактериозных состояниях, это важно без исключения всем людям. Так какие же проблемы возникают при дефиците цинка в организме? Ну, во-первых, это выпадение волос, чрезмерное выпадение волос. Конечно, выпадение волос бывает по разным причинам, среди которых и дефицит витамина группы В, дефицит биотина. Кстати, в этом смысле используйте, принимайте кератин, если есть проблемы с биотином, а также с коллагеном. Это может быть подкожный клещ из заболевания, вызываемое им демодекоз. И другие причины, но чаще всего это дефицит цинка. Ну, как следствие, это может быть не только выпадение, но медленный рост волос. Дефицит цинка, кстати, провоцирует образование перхоти в большей степени, чем это было бы при его достатке. И что же с этим делать? Как быть? Я отвечу на этот вопрос прямо и четко. И прямо сейчас нужно восполнять запас дефицита цинка в организме. Как это сделать? Пути два. Первый с продуктами питания, второй путь с добавками, то есть с мономинеральными композициями в виде препаратов, капсул, таблеток и так далее, которые содержат цинк, но в определенной форме. Сейчас я об этом расскажу. Начну с продуктов, с первого пункта. Итак, перед вами сейчас будет три таблички, где вы можете видеть, в каких продуктах содержится цинка больше всего. На первом месте, конечно же, это устрицы. На втором месте это тыквенные семечки. Ну, вернее, дрожжи, но все-таки это совершенно не продукт питания. И потому мы его пропустим, и поэтому все-таки я говорю о семечках тыквенных. В злаках, дорогие товарищи, цинк тоже присутствует, но его не так много. Впрочем, есть другая проблема. Наличие фитиновой кислоты и лектинов, о которых я твержу уже в лекциях 15-20 своих, эти вещества снижают запасы цинка. Они как бы антагонисты цинку в организме. Имейте это в виду. Поэтому, говоря о хлебе, например, вот это видео мое о хлебе, посмотрите, разумнее всего его выпекать из пророщенного зерна, тогда количество лектинов снижается. Ну, и такие подсказки такого рода я даю в других многих своих лекциях. Не ленитесь их смотреть, они жизненно важны. Жаль, что многие люди об этом не знают или понимают слишком поздно. Цинка, конечно, много в морской капусте. Безусловно, в фукусе, и потому я постоянно в том числе говорю о фукусе, потому что в нем есть все минералы. Но, безусловно, не все минералы есть в необходимых количествах, тем более, если у вас есть уже дефицитные, тотальные дефицитные состояния по некоторым из них, из минералов. Кстати, повышенная кислотность желудка, кишечника, организма в целом уменьшает содержание цинка, увеличивая его расход. И потому, помните, не закисляйте свой организм. Кофе, газированные напитки, содержащие сладость, ортофосфорную кислоту и прочая гадость, в том числе тяжелая животная пища, животные белки, это все сильные закислители. Они закисляют организм избыточно, и тогда расход цинка и многих других минералов увеличивается, возникают дефицитные состояния. Не рассчитан на это человеческий организм. Да, амаранг, конопля, мак содержат большое количество цинка. Можно потреблять и их. Но помните, что желательно семечки употреблять, семена, в пророщенном виде, потому что в виде спящем в них все-таки есть определенное количество лектинов. Это такие высокомолекулярные белки, которые вызывают воспалительные процессы. И если у вас воспаления в организме уже есть какие-то, то тогда, конечно, ограничьте их количество, или вовсе лучше не потребляйте. Что же тогда делать? Да, мы себя загнали в этот искусственный мир, фактически убив природу, изменив многие биохимические процессы, химизировали сельское хозяйство за последние десятки лет, даже около ста. Возникли те проблемы, которых не было раньше у наших предков. И нам надо в этом искусственном измененном мире каким-то образом приспосабливаться, быть здоровыми, по крайней мере, стремиться к этому. И в этой связи есть второй путь. Это не из продуктов питания, тем более, если у вас дисбактериозные состояния, тем более, если есть тотальный дефицит цинка, тем более, если вы не можете норму в 15-25 миллиграмм в день потреблять цинка. Как же тогда быть? И на помощь здесь придет цинк в виде мономинералов. Я часто раньше советовал вам просто что-то купить в аптеке, например, фирмы Solgar или аналоги хорошего качества препараты. В данном случае я могу дать вам совет потреблять очень качественный цинк и гораздо дешевле, чем той же фирмы Solgar, купленный в Коралловом клубе. Я не все далеко продукты Кораллового клуба советую, что называется, рекламирую. Я об этом говорил и год, и 10 лет назад. Конечно, нет. Но есть среди них очень хорошие. В первую очередь, это некоторые монокомпоненты. Например, цинк, который продает компания Коралловый клуб, содержит глюканат цинка. И эта форма существования микроэлемента усваивается полностью и не наносит никакой вред для желудочно-кишечного тракта. Кстати, чтобы это еще было вам выгоднее со скидками, под данным видео я дам ссылочку на регистрацию, кто еще не зарегистрирован в Коралловом клубе. А при регистрации вам будет дан реферальный код и, собственно говоря, возможность покупать по клубной цене. Она на 20% ниже, чем цена, скажем, розничная, обычная. Ну, для членов Кораллового клуба. Поэтому вы можете по моей ссылочке зарегистрироваться. Ну, и всем будет от этого только лучше. Вы, конечно, можете купить цинк, какой хотите, и в аптеке, и где угодно. Я же говорю о той форме минерала цинка, которая усваивается хорошо, продукт очень качественный, ну, всегда есть альтернатива, безусловно. Только нужно знать, альтернатива это только на бумаге или по факту хороша, и не принесет ли это вред. Поэтому я либо вообще стараюсь не говорить конкретно, что потреблять, то есть продукцию какой фирмы, либо называю конкретно при данном витамине, минерале, принимать такой-то препарат, такой-то. Если бы у нас в магазине был такой минерал в виде каких-то, ну, скажем, концентратов, я бы это сказал. Безусловно, в фукусе, в спирулении, в хлореле, в каких-то количествах цинк содержится. И кто потребляет постоянно, у кого нет дефицита, у кого нет этих признаков, ну, конечно, можно не потреблять дополнительно. Но, еще раз говорю, при всех тех проблемах, состояниях, при любых дисбактериозных состояниях, дополнительный прием цинка необходим. Если вы будете сдавать анализы на цинк, в том числе по волосам, ногтям, другие варианты, по анализам крови, то тогда, если будет дефицит, или даже нижняя граница, увеличивайте содержание до верхней границы цинка в организме. Это очень важно.